Всем доброе утро! Доброе утро! Сегодня продолжается международный форум «Великие реки» и наконец сегодня опять же добрались до, пожалуй, самой главной и актуальной темы для Большой реки Великой реки Волги, до темы ее обмеления из-за искусственного сброса зимой. Этому посвящены целые три часа на круглом столе в розовом зале главного ярмарочного дома. Тема, напомню, возникла несколько недель назад с открытием навигации на Верхней Волге. Суда пассажирские останавливаются в Гороце, после чего отправляют людей автобусами, а грузовые суда идут неполными, из-за чего снижается эффективность перевозок в воде. Сейчас на ярмарке работает наш корреспондент Ярослав Гунин. Ярослав, привет! Есть ли какие-то новые подробности? Доброе утро, коллеги! На форуме «Великие реки» существовала традиция, когда большинство его участников из Москвы приезжали сюда, в Нижний Новгород, на теплоходе. Однако в этом году эта традиция была прервана. Дело в том, что Волга очень сильно обмелела, и сюда не могут пройти городецкие шлюзы, чтобы попасть в Нижний Новгород. Последний раз такое обмеление Волги наблюдалось в 1922 году. Как решать эту проблему, обсудят сегодня на ярмарке. О вариантах расскажу буквально через несколько часов. Коллеги! Спасибо, Ярослав! Ждем от тебя подробностей к часу. Из мероприятий, которые сегодня пройдут, кроме «Великих рек», особо ничего яркого. Но я вот не согласна насчет заседания Нижегородского регионального клуба «Женщин-депутатов Единой России» на тему «Перспективы формирования и развития культурного пространства в Нижегородской области». Здесь можно вспомнить про избы-читальни. Любимые избы-читальни, которые скоро у нас возвратят. Почему нет? А заседание Нижегородского эксперт-клуба на тему МСУ, реформирование или ликвидация, об этом говорят много. На днях должно состояться заседание Государственной Думы, и уже что-то решится, наверное, в окончательном чтении. Посмотрим, что предлагает сегодня обсудить интернет. В первую очередь суд обязал Google удалять персональные данные из результатов поиска. Высший суд Евросоюза поддержал искр гражданина Испании, предписав Google обеспечить удаление личной информации по запросу пользователя. Это решение явилось результатом борьбы сторонников права на частную жизнь, которые добиваются для пользователей интернета так называемого права на забвение. Последнее означает возможность стереть цифровой след и информацию о себе в интернете. Россия остается на четвертом месте по употреблению спиртного. Средним житель страны ежегодно выпивает 15 литров алкогольных напитков в пересчете на чистый спирт. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Однако цифра постепенно снижается с 2008 года на 5 литров на человека. Больше всего россияне старше 15 лет пьют крепких напитков. 51% от всего потребляемого алкоголя. Первое место в рейтинге заняла, на удивление, Белоруссия. Ну что ж, что касается культурной программы сегодня, если мы не хотим попасть в этот рейтинг больше, это отправится в 8 вечера в Синемапарк. На большом экране можно будет увидеть запись шоу Elton John The Million Dollar Piano, которая была сделана на концерте в Лас-Вегасе. Посмотреть на Элтона Джона практически вживую, даже крупнее, чем вживую. Спорный вопрос, конечно. Нет, мне кажется, пропускать не стоит. Всем доброго дня. И смотрите Горький ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok